Друзья, всем привет! Решила в этом году я размножить свою монстеру альба варигатную. И где-то 10 января я ее разрезала. Сегодня 2 февраля. 15 января на макушечке появились корни. Здесь все хорошо. И сейчас покажу, что у нас получилось вообще со всеми черенками. Уже достаточно большое было растение. И у меня в таком горшочке 2 литра объем растет 2 черенка. Один черенок был изначально маленький хлипенький. Я его не трогала. Вот он растет. И сейчас новый лист пошел. Здесь у него уже резной лист вышел. После этого резного опять прямой. Но вот сейчас, не знаю, посмотрим, какой будет листик. А второй черенок со второго растения. И вот это все я нарезала. Сейчас все покажу. Я его обрезала на пень. На пень. То есть не оставила вообще ни одного листочка. И при этом, посмотрите, с этого пенька он выпустил листики. Листики пошли очень белые. К сожалению, это, конечно, красиво. Но это не очень хорошо. Потому что максимально белые листья, они недолговечные. Они погибают так или иначе. Поэтому при покупке, при выборе монстеры варигатные, нужно обращать на это внимание. Если листья совсем белые, наполовину, и там кусочек зелененького, то лучше отказаться от этого растения. Вот хорошая варигатность, она примерно вот такая должна быть. Идеальная варигатность. То есть и белого, и зеленого поровну бывает. Но у меня, у моего растения очень хорошая варигатность. И при выборе растения нужно обращать внимание обязательно на ствол. На ствол маточного растения и на ствол черенка. Если черенок зеленый, то листья тоже будут зеленые. То есть у хорошей варигатной монстеры черенок, стволик вот этот, он должен быть полосатенький, вот такой, как зебра. И белого должно быть достаточно много. То есть смотрите, вот здесь у нас макушечный. Макушка отрезанная. Начнем с хорошего. Начнем с хорошего. Отрезала я макушку с раз, два, три, с четырьмя листьями получается. Вот. И под каждым листочком, под каждым листочком, прошло чуть больше двух недель, пошел корень. То есть сейчас что я буду делать? Я эту макушку тоже разрежу. Но получается на три части, наверное. На три части вот так будет. Раз, часть даже у старого корешка вот здесь вот пошло, пошел новый расти. Вот так вот будет один, вот так второй. Ну и макушка с двумя листьями останется все-таки. Вот. Вот это будут у нас таких три уже хороших. И сразу буду я в грудь их высаживать. Потому что здесь вот уже мне не нравится. Уже как будто начинает подгнивать. Надо уже высаживать. Для гарантированного укоренения, что важно сделать? Отрезанные черенки нужно поставить, желательно в идеале, конечно, в емкость с водой из темного стекла. Ну, темное, чтобы не прозрачное было, оно лучше укореняется. То есть я делала в темном стекле, было все гораздо быстрее, чем вот сейчас в прозрачных баночках. Вот. И нужно исключить все сквозняки. Поставить, то есть подальше от окна. Ну, примерно на метр от окна. И опрыскивать обязательно. То есть создавать влажность. Суть не в том, чтобы там на листьях была вода. Да, суть в том, чтобы влажность была в квартирах. Батареи греют. И, конечно же, воздух очень сухой. Вот. Ну, это у нас два положительных таких вот результата. И теперь перейдем к неудаче нашей. Второй раз я черенкую монстеру. И первый раз у меня вот такая вот, короче, ребята, история. Видите, вот этот листик. Но он был вот такой совсем покоцанный. И здесь он уже, все, с ним уже совсем плохо. В воде, в простой, он начал подгнивать. Но какая-то вот шишечка вроде тут есть. Сейчас я вот эти вот все части обрежу. И попробую просто в землю его посадить и тепличку ему создать. Ну, вот с таким вот листиком ничего у нас не получилось. Еще один наш листик. Сейчас покажу. Листик сам хороший. Но тоже пошла гниль. Пошла гниль, но есть шишечка зачаток. Скорее всего, ну, это тоже корень. То есть я сейчас вот так тоже буду это все обрезать. Вот эти все части. Здесь тоже подрежу. Посмотрю, где там что. Ну, тут вот, по-моему, вот беленькая начинает. Может быть, корешки пошли вот эти тоненькие впитывающие. Ну, здесь еще есть надежда, что что-то получится. Вот. И еще один листочек. Еще один листочек тоже. Вот он начал желтеть. Это значит уже все. Он пропадает. Но здесь у нас пошел корешок. И вот тут тоже набухший бугорочек. Это тоже корень. Сейчас тоже его обрежу. Максимально вот это черное обрежу. И в землю сразу все это посажу. Посмотрим. Ну, опрыскивать надо будет, конечно. Какой вывод я сделала вот из этого опыта моего? Полностью обрезанная макушка. Смотрите, она отлично вообще просто отлично дала корни. И нужно было... Коля, я отрезала на пенек. Нужно было не разрезать на вот эти листья, а полностью вот так на пень обрезать. И все это поставить в воду. Ну, в длинную что-то, да. Может быть, коробка из-под молока бы подошла какая-то длинненькая такая. И именно коробка, а не бутылка, чтобы это было темно, чтобы внутри было. И оно бы... Все листья вот так они бы дали корни. Ну, в следующий раз буду пробовать вот так. А после того, как дали корни, уже можно разрезать. Вот тут сгнил абсолютно корешок. И режу дальше, ищу здоровую часть. Ее нету. Вот этот полностью сгнил. Будем надеяться, что... Играет музыка. и обрезанные черенки поставлю в такую вот баночку от сметаны в воду с активированным углем две таблеточки, обычный активированный уголь, растолку и водой разбавлю ножик я предварительно помыла после обрезки того черенка это тоже сгнет придется полностью обрезать, с него все равно толку не будет такая вот история у нас получилась тут корешочек живой и не так сильно сгнет гнило сам черенок более-менее живой если ставить несколько листочков в одну емкость важно чтобы они друг с другом не соприкасались листики, но в идеале конечно в одну емкость ставить не надо, лучше делать это в разные стаканчики перед тем как я буду разрезать ножик протру водным диском смоченным в спирте конечно я его помыла, но распиртовать все равно нужно высаживать буду макушечку вот в такие стаканчики много места ей не нужно сначала подготовлю для высадки грунт у меня самый обычный почва брикет размоченный с добавлением вернук улита и перлита у меня он здесь в ведре уже заготовленный стоит сломала корешок отломила вот так баночка не подходящая узкая баночка совсем так и теперь это на весу как-то придется делать два листика отрезаем чтобы не посломать и здесь так ну что же делать самый нижний лист оставить вот с этим корешком а тут-то обломила корешок получается на этот лист оставлю вот этот корешок просто ставлю и присыплю сверху ведро сюда слегка оптиминаю таким вот образом там располагаю выращиваю джунгли для своего дома цветов но это отдельная история друзья потом я вам ее расскажу что я там задумала так и у нас последняя а вот здесь знаете что я хочу сделать вот эту часть черную тоже подрезать это здоровый спирта вот так вот и аккуратненько вот там корешочек располагаем сейчас пролью простой водой вот эти новые посаженные и сверху пролью и пином или цирконом посмотрю что там у меня есть каждый день опрыскиваю иногда дважды в день утром-вечером то есть для того чтобы создать влажность ну и заодно рассматриваю листики чтобы ничего там не появилось это вот что в вот 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 на сегодняшний день у нас с монстерой пока все дальше посмотрим что будет вот с этими листиками если из них что-то получится пойдет корешочек то в любом случае что дальше с ними будет обрезка такая прям жесткая конечно ребятки подписывайтесь на канал заходите в мой цветочный канал заходите в мой телеграм-канал заходите в мой основной телеграм-канал каждый день там что-нибудь показываю что у нас происходит и всем хорошего уже весеннего настроения до весны осталось совсем немножко 26 дней до моего булочка пришла а